Легенда о Героях Галактики Эпизод 93. Ради гордости Рапорт о беспорядках Наурваши вскоре был доставлен Оскару фон Ройенталю на планету Хайнессен. Ох, ему он попал. Он на мгновение остолбенел, но это продолжалось недолго, и никто не заметил этого. В любом случае, немедленно найдите императора и его людей и защитите их. Эй, адмирал Крилл Парцер, немедленно отправляйтесь на Наурваши. Наведите там порядок и проведите расследование инцидента. Всех под трибунал! Твари, что там вообще случилось? Ройенталь не мог отдать другой приказ. Если бы он обеспечил личную безопасность императора, он смог бы представить свои объяснения и доводы. Но как только император вернется на Физан, Ройенталь неизбежно будет объявлен преступником и наказан. Ройенталь был готов принять наказание от императора, но его гордость не позволяла ему быть обвиненным в преступлении, которого он не совершал. Да, да, да. Особенно из-за того, что, как казалось очевидным, дурная репутация встанет между ним и императором. Ммм... Вскоре после этого Ройенталь получил еще более худшую новость. Ау, что еще там случилось? Уже вызывают его, да? Что там? Что там? Уже вызвали на допрос его, да? В такой некрасивой форме. Уберштайн что-то наделал. Люц погиб. Это означало, что у Ройенталя не было больше пути назад. Да, Люц. По крайней мере, так ему казалось. Генерал-губернатор, что вы будете делать? Ну, вы же слышали, Бергенграм. Похоже, теперь я стал первым предателем в истории дюнастии Лоинграмов. Поздравляю. Генерал-губернатор, хотя это беспрецедентный скандал, вы-то в нем не принимали участия. Если вы объясните ситуацию его величеству... От этого не будет проку. Не будешь. Командующий? Уже нет. Между всего, почему я, будучи невиновным, должен объясняться неистово и раболепно. Хм. 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 Это смехотворно. Я должен был воевать за императора до сегодня лишь для того, чтобы получить вот это? Послушай. Командующий. Нет, я не против того, чтобы принести извинения императору. Классалу естественно так поступать. Но. Что оно? Вот его гордость и взыграло. Держал он ее, держал. Мне не важно, если меня назовут изменником. Но оказаться изменником без всякого участия с моей стороны... А это обидно, да? Кстати, Бергенгрюм, что вы собираетесь делать? Что вы имеете в виду, командующий? Если вы намерены остаться верным императору, вы должны убить меня прямо сейчас. Иначе я стану опасен для него. Нет. Похоже, уже стал. Да. Для меня существует лишь один образ действий. Вместе с вами явиться к императору безоружными и сказать ему, что вы не принимали участие в этом заговоре. Вообще, было бы... Бергенгрюм, я уже был однажды под подозрением в измене императора. Второго раза. И я не желаю. Император, вероятно, чувствует то же самое. Не важно, второй это раз или третий. До тех пор, пока подозрение безосновательное, вы должны пытаться разъяснить императору это недоразумение и не жалеть на это усилий. Вообще, он прав. Он прав. Бергенгрюм. Допустим, я встречусь с императором безоружным. Да. Но по пути туда и даже до нашей встречи... Можете ли вы заявить определенно, что я не буду убить министром обороны или замминистром внутренних дел? Министром обороны нет, замминистром внутренних дел да. Мое имя в черном списке министра обороны. Я совершенно не в состоянии вынести мысль о смерти, в манере которой будут высмеивать грядущие поколения. Я бы скорее... Как Ян Венели. В любом случае, то, что я оказался в таком положении, наверняка спланировано замаскированным под человека паразитом, которого на Фюзане называют заместитель министра внутренних дел. Но! Не важно, что этому нет никаких доказательств. Это то, что я думаю, так что просто позвольте мне продолжиться. Я не возражал бы проиграть такому художнику тактики, как Ян Венели. Но было бы нелепо, если бы мерзавец посадил меня на цепь, где бы я гнил до конца своих дней. То есть Ян Венели настоящий воин. Мужик. Гений. Ему не стыдно. Он сейчас сделает трюнифт. Вы хотели бы его видеть, командующий? Ой, я бы очень хотел. И есть способ его использовать. Как? Применение неприглядное. Так что еще больше оснований сделать это надлежащим образом. Как? Вызовите его. Должны ли мы переговорить с главой гражданского департамента? Нет, и в этом нет необходимости. Я поговорю с Альсхеймером позже. Слушаюсь. Да, он в очень сложной ситуации. Ох, черт. В мирное время Ян Венели, вероятно, смог бы жить мирной жизнью, но он погиб прежде, чем пришло это время. Вот кто ему дало? Судя по тому, что выжили только те из нас, то от мирной жизни впадает в тоску и не может ее вынести. Создатель должно быть велик и справедлив. В том смысле, что он полон злобы. Наказывает. Бог наказывает тех, кто во время мирной жизни не может жить без войны. Как это классно. Вот, господи, ирония, а? Те, кто должен жить в мирное время, умирают. А те, кто не может без войны, это что? Так, мне вот это не нравится. Родился лишь для того, чтобы заставить нас страдать. Вот козел. Вот гнида. Вот тварь. Да. Вот такая приятная жизнь. К слову, тот, с кем лежал... Или все же была у меня возможность иметь семью. Роэнталь. И жить в мире счастья. Вот кто лежал Роэнталь, вот с кем лежал Роэнталь, очень похож, жаб, очень похож на жену... Род Роэнталь, и закончился на мне. Миттермайера, на жену Миттермайера. К счастью, братьев и сестер у меня нет. К счастью. А сам я не собираюсь оставлять дурного семени грядущим поколениям. Ну и дурак. Дебил. Идиот. Придурок. Миттермайеры не могли иметь детей, несмотря на то, что хотели. Я все понял, вот кому... Я все понял, у кого останется ребенок Миттермайера. И я не смог даже быть честным и извиниться прямо. Пожалуйста, передай это твоей жене. Даже в тот момент Миттермайер понял меня, хотя и ничего и не сказал. И в этот раз тоже. Ну как он на него посмотрел. Но все изменилось. Хотя я этого и не желал, мой ребенок родился. Да, родился. И на тебя ответственность. Измена тоже быть может ситуация, случившаяся со мной, хотя я не хотел этого. Облом. Это да. Думает, размышляет. Все, кто от него сейчас зависит. Все... На кого... О, господи, сколько их! Это кого он имел, скорее всего. Знаете, что-то мне очень не нравится. То, что он свою жизнь сейчас так проносится перед глазами. Вся жизнь проносится перед глазами. Лишь бы ты вообще не рождался! Да. Вот мне кажется, это скоро... Он, надеюсь, с собой не покончит сейчас. Он, надеюсь, сейчас не застрелится. Хотя сомневаюсь. Не такой-то человек, чтобы он покончил с собой. Он более пафосный выбор сделает. Что это? Что это? А, ну, светская жизнь. Деньги, игры и так далее и тому подобное. Это его мать? Скорее всего, да, это его мать. А, это любовник, скорее всего, от которого она забеременела Ройенталем. Оскаром. Господи, вот как она мог... Ну, слава богу, она не выколила ему глаз. Слава богу. Ты лучше бы вообще не рождался. Да. Если кто-то чувствует себя счастливым в детстве, это потому что он не знает правды о себе самом. Ммм. Ну, посмотрите, просто сидят... Думаешь, это как опьянение? Или как отрезвление? Интересно как. Не знаю. Но в любом случае, лучше умереть, пока ты пьян. Ммм. Интересно, включает ли в себя опьянение такие чувства, как любовь к кому-то или верность к кому-то? Я ненавидел аристократическое общество и считал, что оно должно отправиться в ад. Но я никогда не думал, что я хочу разрушить его собственными руками. Нет, я не мог так думать. Когда я обнаружил, что драгоценнейший он, он, который был младше меня на 9 лет, намерен захватить власть и уничтожит династию Гольденбаумов, шок, который я испытал, вовсе не был незначителен. Существует столь большая разница между великим честолюбием и обыкновенным. Я был увлечённым и поставил на него. На моего императора. Хм. Митромайор, хотел бы я ещё раз выпить с тобой. Я лишил себя этой привилегии собственными руками. Ох, сколько они бухают. Господи, он... Надеюсь... Слушайте, они бок о бок и когда дрались, смотрите, а? Это... Республиканцы. И вот они вдвоём, спина к спине. У них есть опыт драться. Есть опыт воевать. Эх. Ну, Роэнталю. Я очень надеюсь, что сейчас Райнхард не Митромайора пошлёт. Потому что тем самым... Это, знаете, какая тема? Докажи свою верность мне. Поезжай и давай, убей своего друга. Если ты им не верен. Он сейчас Митром... Ой, господи. Я вот очень боюсь, что он Митромайора сейчас пошлёт туда. Не дай бог Митромайора пошлёт. Не дай бог. Это будет... Митромайор, мой друг. Волк Бури. Я уверен. Ты рискнёшь жизнью, чтобы защитить меня. Да, он там по на это пойдёт. Но злой умысел, перевесивший твою добрую волю, стоит между императором и мной. У меня нет выбора, кроме как сражаться, ради моей гордости. Гордости. Если вам достанет смелости и решительности победить меня, можете бросить мне вызов в любой момент, когда захотите. Вы, должно быть, шутите. Теперь, когда я решил сражаться, то призыву весь мой разум и все мои способности для того, чтобы вырвать победу. Я приложу все усилия. В противном случае это будет невежливо. По отношению к императору. Это что за люди такие? Слушайте, вот знаете, вот просто собрались чокнутые, больные люди, жаждущие боя, и они только они друг друга понимают. А то, что из-за вас невинные люди пострадают, все, все, вырвалось, его амбиции вырвались. Он считает несправедливо, вообще, по факту, по факту. Вот, расскажу в обзоре. Новость о мятеже адмирала флота Роэнтали шокировала прославленных имперских адмиралов. Это все его друзья. Но в то же время было странное чувство неизбежности. Положения и талант Роэнтали были соизмеримы с его амбициями. Некоторые действительно это ощущали. А, то есть вот внутренние... С другой стороны, были те, кто не мог в это поверить. Или следовало бы сказать иначе, те, кто не хотел в это верить. Миттер Майер. Я думал, что эта гадость уже смыта весенним половодьем. Но вижу, этого не случилось, так? Так вы один из тех, кто предпочитает позволять снегу идти летом? Тогда это был просто слух, но сейчас, похоже, это правда. Даже если адмирал флота Роэнталь не имеет ничего общего с самим инцидентом, как насчет его обязанности обеспечить безопасность императора? То есть, как-никак, чувак очернен. Как-никак, чувак очернен. С любой стороны, это жесточайший удар по нему. Жесточайший. Миттер Майер держал свои личные чувства под контролем и старался исполнять свои обязанности главнокомандующего флота. Более чем что-либо другое, его заботой была безопасность императора. Это ошибка. Это просто обязано быть ошибкой. Это ошибка. Роэнталь! Это ошибка, это ошибка, это гнидство. Ну вот, видите? Гордость в нем сыграла. Ты должен ехать. Ну, проглоти. В конце концов, ты же ни в чем не виноват. Как поживаете, генерал-губернатор? Ах ты сука! Я слышал, у вас неотложное дело. Пожалуйста, Роэнталь, перед всем, чем ты и начнешь, убей этого гниду! Убей этого гниду! Чего ты ему честь отдаешь? Я хочу, чтобы вы кое-что сделали. Так. Хочу, чтобы вы были мне полезны. Буду счастлив послужить вам, чем смогу. Ясно. Гнида какая! Слово, я временами хотел спросить вас кое о чем. Крыса! Какая крыса! Вы бы оправдывались примерно так, верно? Мол, причина того, что вы действовали таким прискорбным образом, была в том, что вы поощряли полезное развитие республиканской демократии, дабы таким образом послужить предупреждением последующим поколениям. Как блестяще с вашей стороны, адмирал флота. Счастлив, что вы разглядели мои истинные намерения. Что? Я пошутил. Я не намерен становиться мучеником. Мои последние действия были, к сожалению, направлены на мое собственное благополучие. Этот подонок сожрал республиканскую демократию, даже обглодал ее до костей. И ровно тем же манером готов немедленно обгрызться в самодержавие. Из-за него, блин, такие люди. Заприте куда-нибудь эту помойную крысу. Он говорит вроде бы человеческим языком, несмотря на то, что он не более чем крыса. Это крыса, это бразь. Но нет никакой необходимости его слушать. Правильно. Заклейте ему рот. Он будет использован в качестве инструмента позже, а до тех пор не забывайте его кормить, чтобы не помер с голоду. Выкиньте этого свалоча. Посмотрите, какая спокойная рожа. Уверен, что ситуация под контролем, да? Ты тварь, господи, торваните его там. Бога ради, Роенталь, перед тем, чем ты начнешь убить его. Командующий. Пошли эти гонца на Эзерлон. И скажите им, Если они предотвратят проход имперского флота через Эзерлонский коридор, я дам им контроль над всей территорией бывшего Союза. Не удивляйтесь. То, чего я хочу, контроль над всей империей. Это шанс! Я вполне могу отдать бывшую территорию Союза оставшимся республиканцам. Это шанс! Командующий. В любом случае, нам незачем приобретать дополнительные стратегические затруднения. Так что давайте просто примем против этого меры. Если они захотят, мы можем дать им в придачу голову и тело предводителя республиканской демократии. Да! И его затрюнник-то. Да! Не забудьте сказать им об этом тоже. Короче, я вам выдам этого сукиного сына и отдаю всю территорию Союза. Забирайте все, что мы завоевали, только не допустите оттуда прохода. Он не хочет, чтобы его взяли... Оскар фон Роенталь был одним из тех неординарных гениев, кто мог быть и виновным в великой государственной измене и командующим огромной армией и генерал-губернатором захваченной территории и премьер-министром. Я его люблю. Его талантов для этого было более чем достаточно. Но в эту эпоху была, похоже, одна позиция ему не подходившая. Положение императора, только что созданной новой империей. Ммм... Если подумать... Тремя поколениями позже среди императоров не было ни одного, кто мог бы сравниться талантом и известностью с Роентальным. Да ладно! Он унаследовал систему предыдущей администрации, сохранил ее достоинства, исправил ее слабости, усилил строгость дисциплины, возродил правительственную инфраструктуру, подавил вооруженные мятежи, защитил власть империи и ее народ и достиг устойчивого централизованного единства под своей властью. Черт! Нет никаких сомнений, что он мог бы стать гораздо более выдающимся правителем, чем большинство императоров династии Гольденбаумов. Ммм... Но... Но? В его империи, столице и всегда бы был... Один. Среди его современников был молодой человек, который несравненной гениальностью переместил центр вселенной на Физан. В этом смысле Роенталь был консерватором, родившимся в век основы положника. Ммм... Жить в ту же эпоху, что и этот основоположник, Райнхард фон Лоенграм, полагаю, было не везением для Оскара фон Роенталь. Ага... Или же... Вообще-то там есть основная причина, и причина не в этом. Просто... Юлиан Минц намеренно остановился на этом. Прежде всего, вероятно, потому что единственная информация, какой он располагал, была о мятеже Роентале и исчезновении императора Райнхарда. Но, возможно, и потому, что сам он нашел в этом деле истину, не поддававшуюся логическому объяснению. Какой? Люди императора, скрывавшиеся после инцидента, спешно возвращались на Физан. А, на своем корабле. Не зная, как отличить друга от врага, в полете, они заблокировали всю связь. Оу, да, правильно. Во время бегства Райнхард узнал о гибели Люци из перехваченного сообщения, и когда узнал, некоторое время молчал. А то... Вот так гнидски погибнуть. Я жил у Люци звание адмирала флота. Да. Ему бы понравилось это. Да. Но это ему наказание за то, что он не исполнил обещания. Я бы на твоем месте полетел бы сейчас на Хайнесон прямо. Хотя это бред. Идиотизм. Я бы не полетел. В это же самое время Гриль Парсер, отправленный Роэн Талем урегулировать ситуацию и расследовать инцидент, в октябре захватил контроль над Урваши и восстановил общественный порядок. На Урваши отправились. Да, правильно. Смотрите как, а! Сволочи. Это вообще, как они смогли целый гарнизон планеты под свой контроль взять и кто самое главное? Кто? Кто это сделал? Интересно. Это было осуществлено силой оружия. И более двух тысяч солдат, не согласившихся немедленно бросить оружие и сдаться, были убиты в схватке или казнены. Кто это вот? Затем Гриль Парсер приступил к расследованию обстоятельств дела, подвергшего императора смертельной опасности. Правильно, да? Но принять решение оказалось не так-то просто. Почему? Твою мать, все сожжено. Черт! Командующий базы вице-адмирал Винклер пропал. Его тело не нашли и не было никаких сведений о его местонахождении. Это что за список? Военно-медицинские записи подтверждали, что в последнее время он демонстрировал симптомы наркотической зависимости. Но нить расследования оборвалась, когда оно подошло к вопросу «почему?» «Почему лицо высшего ранга, назначенное на важную должность за способности, стало наркоманом?» Культ Земли, прослеживайте. Видительства солдат также были чрезвычайно путанными. Так. Поскольку верховным адмиралам Люццу и Мюллеру промыли мозги фанатики культа Земли и они попытались убить его величество, мы были выдвинуты по приказанию нашего начальства для того, чтобы спасти его. Чего? Однако среди погибших оказалось более десятка имевших при себе сектантские надписи и эмблемы, и, следовательно, это могло быть заговором фанатиков. Но по какой-то причине Гриль Парцер не отразил этого факта в рапорте. Почему? Почему не отразил? Почему? Ты тварь! 29 октября императоры и его людей, исчезнувших после произошедшего инцидента, обнаружил и приютил флот Валена, искавший их. Ну, это нормально. Вален — это сила. Гибель Люцца, так же, как и более чем трехнедельное бегство, очень сильно уязвили гордость императора. Хотя, несмотря на Урваши, Райнхард, казалось, был склонен отрицать возможность того, что Ройенталь был главным виновником этой интриги, этому моменту такая снисходительность исчезла вовсе. Да. В 800-м году космической эры или втором году Новой Империи, как жаловался Юлиан Минц, история ускорила свое движение по наклонной в сторону трагедии. Твою мать. Эх, Райме во имя гордости. Вы понимаете, Ройенталь — очень неоднозначная личность. Ему просто не повезло. Ему не хватило немного смелости, но и еще кое-чего его не хватило. Ну что я могу сказать? А Ройенталь, по факту, был тем, кто мог занять бы место Райнхарда и повестить за собой всю империю. Мог! Он это знает, и это не давало ему покоя. Он проглотил эти амбиции и надежды, но он все равно, если бы его бы не просто подтолкнули, а просто ногой выкинули в эту ситуацию, он бы оставил бы глубоко в сердце свои амбиции. Ну вот видите. Прежде чем перейти к обзору, хочу сердечно поблагодарить всех, кто приобрел подписку и стал горгушей на Бусти, где я выкладываю все созданные мной видео раньше, не вырезая музыку и не маскируя картинку. Также большое спасибо за отдельный донат на Бусти. Мне очень приятно делать для вас данный контент и будет вдвойне приятно, если вы поддержите меня звоном монет. Ссылка в описании. Также выражаю большую благодарность спонсорам канала Гаркульчикам и Гаргулятам. По скриптам код ГИАС выкладываю на Бусти без ограничений в открытом доступе. Знаете, о многое о чем хочется поговорить. И снова же приведу пару примеров из истории, которые были между людьми близкими и в итоге из-за власти, из-за такой вещи, как власти, из-за такой вещи, как номер два. Людям приходилось потом идти друг против друга. Но до этого просто расскажу, кто такой Роэнталь. По факту, Роэнталь правда должен был сейчас немедленно сесть на корабль, на одиночный корабль, без оружия, полететь на Физан и оправдываться всеми правдами и неправдами, предоставив доклад о расследовании на Урваши и принести извинения за то, что он не смог предотвратить данное происшествие. Но это человек, как мы уже увиделись, просто с великолепными разносторонними силами, который способен как и военными, так и политическими, так и вообще человеческими средствами эффективно работать, задействовав все средства, все инструменты, которые ему предоставлены и действуют с помощью них очень эффективно. Он человек, который умудрился подконтрольно, при этом правильно, без всякой фигни вроде насилия, силы и так далее, хотя эти инструменты он тоже употребляет, но преимущественно экономически используя сильные стороны такого режима, как монархия, установить контроль и какую-то более или менее лояльность на вражеской территории, причем за рекордно короткое время. На это способен просто выдающий, не только самые гениальные выдающиеся политики, у которых, между прочим, еще и нервы не шалят. Вы понимаете, еще кое-чем дело. Он и Миттер Майер это также люди, которые поднимались, поднимались и поднимались с помощью своих сил. У Райнхарда просто было перед всеми ними преимущество. Он был такой же гениален, такой же амбициозен. Но что я могу поделать и сказать? То, что его сестра была фавориткой императора, ну это внесло в свою лепту. У него к нему была благосклонна, вот самые высшие чины были к нему благосклонны, хотя, не хотя они были к нему благосклонны, но вынуждены были быть к нему благосклонны, так как он брат фаворитки императора, которая может родить ребенка. Любимая фаворитка императора. Ну, извините, пожалуйста, это сыграло роль в том, что у него нашивки были выше, чем у этих двоих. Сыграло. Да, вот если бы к этим бы ребятам, к Миттермайеру и Ройнтоле относились бы, так же, я более чем уверен, они бы были в одном звании бы с Райенхардом. Эти ребята были ниже него чинами, причем младше него, старше него, Ройнтоле мне кажется самый старший из четверки. И сам факт того, что этот мелкий, великолепный, гениальный человек, поистину гениальный человек, и Ройнтоле это признал и поставил на него, но сам факт того, что Ройнтоле знает, что он ему ровня, и при этом ему не повезло, причем плохая репутация семьи и так далее. Вот что вот это сыграло свою роль, ему это не дает покоя. Гордость. Вот понимаете, человек знает себе цену, знает. Он больше не намерен извиняться за то, какой он человек. Он с детства ему приходилось глотать страшные вещи и больше не намерен. Он ни в чем не виноват и он больше не собирается за это оправдываться. Гордыня страшный грех. Это его погубит сейчас. Но понять его можно. Но действует он, как по мне, не совсем правильно. А теперь я хотел бы привести примеры из истории. Примеры из истории, когда вот такие вещи имели случай быть. Не по совсем таким причинам, не в обвинении, в измене, но бывали случаи, когда приходилось императорам идти на очень сложные решения. Давайте вспомним, снова же приведу, господи, часто я привожу, конечно, этот пример из сериала Великолепный век, но что поделать, историческое событие есть историческое событие, потому что таково так и реально было. Если кто смотрел сериал Великолепный век, или если кто разбирается в истории Османской империи, конкретно Сулейман Первый великолепный, у него был друг, который был его потом и зятем, и Брагим Паша, который считался просто одним из величайших премьер-министров визири Османской империи, великий полководец, великий политический деятель, выдающийся военный, которого Султан Сулейман велел казнить за то, что до него доходили слухи о том, что Ибрагим Паша, вот несколько случаев имело место быть, у Ибрагим Паша, что самое интересное, знал себе цену, знал, знал, насколько он силен и насколько он гениален и хотел себе все по заслугам, он хотел даже создать такую вещь, как государство в государство, когда он поехал в один из походов, точно не помню, кажется, против Сирии, против против сирийцев у них были такие сильные конфликты с сирийцами, у турков страшнейшие, и Ибрагима посетила идея создать там свое государство, которое будет под контроль на государство, но автономную, автономную монархию он хотел там сделать, скажем так, автономную монархию, подчиняющуюся только султану Сулейману и хотел себя там поставить султаном. Вот то есть вы понимаете, вот насколько амбиции у него были, эти амбиции его и погубили, его удушили, палачи ночью к нему зашли и задушили. Это первый случай. Второй случай не менее интересный, даже я больше бы сказал бы еще более интересный, об этом мало кто вспоминает, но если хотите так поверхностно, так поверхностно разобраться в этой ситуации, просто понимаете, я пару лет назад посмотрел фильм, который называется Бекет, старый фильм 1964 года, который в свое время ну выстрелил. И после этого фильма я просто заинтересовался историческим моментом про этого персонажа, так как мне очень понравилась эта история, речь идет о таком человеке, как Томас Бекет, тоже выдающаяся личность, которая сыграла большую роль, сыграла гигантскую колоссальную роль в становлении Англии. Он жил во времена Генриха Второго, Генрих Второй был его другом, Генрих Второй его очень любил, он ему доверял. Была ситуация, произошла в итоге ситуация, что они очень сильно поссорились, очень сильно поссорились. В этом виноваты очень во многом виноваты злоумышленники, которым Бекет мешал. Я вот даже зачитаю один момент из Википедии, какой-то часть из его биографии, которая как раз имеет место при, по разделению, понимаете, да, вот когда вот произошел конфликт с Генрихом Вторым. Генрих Второй поставил Томаса Бекета, во-первых, на на канцлера, то есть он поставил его канцлером, понимаете, да, прежде всего поставил канцлером, а потом он его сделал архиепископом кентерберийским, то есть понимаете, а вы не думаете, это знаете, какая высшая должность, это просто гениально высшая должность, так вот, вот что случилось. После того, как он стал архиепископом, канцлером, он очень сильно занялся налогами и очень сильно занялся самой бюрократией, которая происходила внутри церкви. Оказалось, там просто страшнейшее гнидство творится, которое не смели трогать, но он, так как у него уже были полномочия, он очень серьезно взялся за коррупционные схемы, за коррупцию, за большую несправедливость, которая происходила во время, ну, во время Генриха Второго церкви. Еще я вам больше всего скажу, самое удивительное, вот как религия может повлиять на человека. Я, кстати, много раз говорил, да и легенда о Герои Галактики такой аниме, что нам демонстрируют, чем религия плохо, но также мы не должны забывать, почему религия может быть хорошо. Понимаете, Томас Бекетт, когда он стал архиепископом, когда он вошел вообще в такую священскую, в священский сан, когда он вошел, самое удивительное, каким-то образом он переменился, если до этого он вел светский образ жизни, вместе с Генрихом Вторым, который также славился светской жизнью, он стал на удивление аскетичен. Он прямо, вот, знаете, я не хочу сказать редкий случай, но один из случаев известных, когда человек и вправду прямо вел себя по постулатам церкви. Вот то, что нужно было делать, он все соблюдал. Самое удивительное, он отказался от многих привилегий, он прямо, он прямо был настоящим монахом. Любопытно, как может это повлиять, вот, он как будто был для этого рожден, он как будто нашел свое место в этом мире и вел себя соответственно. А теперь, наконец-то, вот, перейду и зачитаю. Знаете, конкретно точкой невозврата стала эта ситуация в Кларендонской Конституции. Там должны были кое-что подписать и смотрите, что случилось. Присутствовавшие в Кларендоне, в городе, где это должно было произойти, представители духовенства одобрили Конституции, но Бекет, у которого был решающий ход и наложение вета, хоть и заявил о своем согласии с их содержанием, отложил их подписание. Папа Александр Третий, то есть папа, понимаете, отказался признавать эту Конституцию, так как они противоречили каноническому праву. В частности, за одно и то же преступление клирики должны были быть судимыми дважды, советскими и духовными судами, то есть светским и духовным судом. Вслед за папой Томас Бекет также объявил об отказе от подписания Кларендских Конституций. В октябре 8 октября 64 года Генрих Второй на совете в Нордгемптоне обвинил архиепископа в растратах казны в период его канцлерства. То есть, понимаете, нашел предлог, хотя там ни черта этого не было. Томас Бекет объявил о своей неподсудимости Королевскому Совету и бежал во Францию. После что произошло? После того, из-за популярности Бекета, из-за волнений, спустя несколько лет он вернулся назад. Были вынуждены, но Генрих Второй все равно его убил. Причем без суда и без следствия. Он отправил прихлебателей своих ночью, когда Бекет вел службу в соборе. Во время службы на глазах у всех его убили. Представляете? А знаете, что было потом? Спустя несколько лет Бекет был причислен к лику святых и самое интересное, что заслужено. Папа Римский лично подписал этот указ и Генриху Второму ничего не оставалось, чтобы принять это. Генрих Второй похоронил его с почтением, с уважением. В день, когда Томас был причислен к лику святых, он пришел к нему в мавзолей, снял с себя все королевские одеяния, говорил с ним. Никто не знает, что там происходило, просто имеется факт, что он там провел пару часов и в итоге неофициально имеется информация, что был издан указ, что он в итоге решил убить всех, кто причастен к смерти Бекета. Вот такая интересная судьба иногда у великих людей бывает, которые заслуживают стать ведущими личностями, которые могут вести за собой народ и людей, но, к сожалению, судьба распоряжается иначе. Виной гордыня, виной консервативные какие-то дурацкие традиции, которые мешают и так далее и тому подобное. Все, что я хотел сказать по этому поводу и что я посчитал касается Роан Тали. Что ж, это была 93 серия, переходим к 94. Эпизод 94-й мятеж привилегия героя. 1 ноября 800-го года космической эры или 2-го года новой империи император Райнхард и его люди сопровождаемые флотом Валена вошли в Физанский коридор, где их встретил Миттер Майер. Миттер Майер. Да, 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 на Биобольфе. О, господи, вот сейчас. Мюллер. Мне нужно поговорить с главнокомандующим. Наедине. Оставьте, пожалуйста, нас от них. На выход. Вот сейчас поговорим, ребята, пожалуйста, примите хорошее решение. Я вас умоляю, пожалуйста, не надо Роан Талю ничего делать плохого. Не надо. Миттер Майер. Слушаю. Уверен, вы понимаете, почему я велел вам остаться. Да, ясное дело. Роан Талантливейший адмирал нынешней эпохи. Да. В нашей армии лишь двое, и мы против него шансы. Да. Вы и я. Да. Вот почему я вас задержал. Полагаю, вы понимаете, что это значит. Ты что, его прикажешь? Я отлично понимаю, что для вас это будет нелегко. Ты отправишь его? А вы с ним были друзьями уже более десяти лет. Ты реально его отправишь? Ты лицемерный по этой причине я даю вам право отказаться выполнять мой приказ, но лишь на этот раз. Отказывайте. Хотя это может быть невежливо по отношению к вам, но все же. Пожалуйста, подождите, ваше величество. Я хотел бы, чтобы вы пересмотрели свое решение, а взамен я верну вам все почести, полученные мной до сегодня. Будьте ли вы так любезны выслушать меня? Пересмотреть? Что вы подразумеваете под пересмотреть? Дмиттер Майер, вы, наверное, что-то недопонимаете. Тот, кто должен пересмотреть свое мнение, это Роэнталь, не я. Роэнталь взбунтовался против меня, я против него не бунтовал. Нет! Ваше величество, приношу извинения, но я должен это сказать. Я не верю, что Роэнталь восстал против вас. Мои достижения и верность нельзя сравнить с его. Пожалуйста, дайте ему возможность объясниться. Да! Возможность? С того момента, как я сбежал сурваши благодаря самопожертвованию Люци, до момента, когда я был спасен Валеном. Сколько, по-вашему, прошло времени? Если бы Роэнталь хотел заявить о своей невиновности, он мог бы это сделать больше сотни раз. Со всем уважением, ваше величество, но когда адмирал флота Роэнталь был оклеветан, в прошлом феврале вы без колебаний поверили ему. Да. Факт, что я был атакован, а Люц лишился жизни, тоже чья-то клеветан. Да, это вот, это другая ситуация. Произошло много ситуаций. Погиб адмирал. Не то, что я хочу наказать Роэнталь. А есть, вероятно, вещи, которые он хочет объяснить. Хотя я не такая глубокая, как дружба между вами двумя, была дружбой между ним и мной. Так почему Роэнталь не пришел ко мне и не постоял за себя? Ну да! Пока я был в этом унизительном бедстве, чем он был занят? Вот чем? Он даже не прислал письма с извинениями, не написал ни строки с соболезнованием Люци. Проста, как он вообще думает убедить меня в своей непричастности? Тоже правда. Ну, ну, это так! Это трудно сказать, но Роэнталь не предстал перед вами, потому что опасается, что кто-то помешает этому. Кого вы подразумеваете под кем-то? Твоего министра обороны! Может, из чести это клеветой, но я подразумеваю министра обороны адмирала флота Оберштайна и заместителя министра внутренних дел Ланга. По-вашему, они посмеют проигнорировать мой приказ и встанут на пути у Роэнталя? Один мне, второй да. Баше Величество, умоляю вас, не могли бы вы убрать этих двоих своих постов в знак ваших намерений примириться с Роэнталем? Это невозможно! Это нереально! Если бы вы смогли так поступить, я жизнь уручаю, что уговорю Роэнталя прийти и пасть перед вами на колени! Жизнь уручаю! Я не умоляю вас о прощении его минутной неосмотрительности! Я вполне понимаю, что прошу слишком многого, но другого решения нет. Почему я должен идти на такие вопиющие уступки? Да, кстати. Вы предлагаете мне понизить служащих высочайшего ранга только ради того, чтобы вернуть человека, восставшего против меня, вместо того, чтобы его наказать? Кто на троне в этой империи? Я или Роэнталя? Ваше Величество, хотя я и не в хороших отношениях с министром обороны, и я не предлагаю понижать его из-за этого. А из-за чего? Даже если вы временно сместите его с этого поста, то всегда сможете назначить его снова и восстановить его честь. Но если упустите этот шанс, возможность вернуть Роэнталя будет потеряна навсегда! Мне понятны ваши соображения, но вы полагаете, министр обороны согласится с этим? Да! Я не позволю ему терпеть без чести в одиночку. Я тоже оставлю мой пост главнокомандующего флотом. Тогда, думаю, обиды министра обороны будет несколько смягчена. Это смехотворно! Как он старается? После того, как вы оставите пост, кто возглавит космический флот? Я должен лишиться всех троих существующих адмиралов флота из ядра нашей армии? Он не будет затронут, если вы верите его верховному адмиралу Мюллеру. Что касается министра обороны, хотя и не мое дело говорить это, Кеслер и Меклингер вполне справятся с делами. Тут не должно быть никаких проблем. Вы говорите, что хотите выйти в отставку, когда вам немногим больше тридцати? Никогда не думал, что лучший из лучших адмиралов нашего флота последователь жизненной позиции Яна Венли. Я запомню ваши советы. Оставим это. Что вы намерены делать с моим приказом? Я до сих пор не услышал вашего ответа. Вы собираетесь его исполнять или нет? Если не хотите, это значит ли, что мне придется действовать самому? Я покорно подчинюсь вашему приказу. Молодец. Примерно в то же время, когда император Райнхард возвратился на Физан, пришло письмо от адмирала флота Оскара фон Руентале, адресованное правительством империи. Так? Так, что там написано? Тот факт, что оно было адресовано правительству империи, а не императору, всего лишь отображал сложные чувства от правителя. Но это оскорбило Райнхарда. Это разъярило его даже больше, чем содержание. А ну-ка! Воспользовавшись прискорбной болезнью императора, адмирал флота Эберштайн и заместитель министра внутренних дел Лэнг монополизировали управление. Они игнорируют императора и проводят чистку среди людей, как им заблагорассудится. Я, Оскар фон Руентале, не могу закрыть на это глаза, и если это необходимо, использую свой флот, чтобы сбросить их тиранию. Когда это я позволил Эберштайну или Лангу монополизировать управление? Да, когда это? Когда это? Если бы Руенталь был прав, его назначение генерал-губернатором новых земель было бы невозможно. Это да, это факт. Ему что, необходимо настолько меня очернить, чтобы оправдать свою измену? Со стороны Руенталя было совершенно естественно предполагать, что у самого Райнхарда не было случаев плохого управления и обвинять во всех грехах его подчиненных. Но Райнхард больше всего ненавидел идти на поводу у кого-то или быть под чьим-то контролем. Ярость, в которую он впал, оскорбившись, была свирепой, смертельной и оправданной. Да, да. Это все. Точка невозврата. Бежите с Валеном и Биттенфельдом. Предстоящие экспедиции они нужны нам для защиты обоих флангов. Слушай, а что насчет Верховного Адмирала Мюллера? Мюллер еще не вполне оправился после ранения. Кроме того, необходимо, чтобы он оставался с его величеством. Да. Если я проиграю битву, он должен стать нашим последним щитом для его величества. Мюллер прямо... Я хотел бы, чтобы на этот раз он согласился. Тогда Верховный Адмирал Мюллер похоже не увидит ни одного действия в предстоящей битве. А ты че... Невозможно, чтобы вы проиграли. А ты че радуешься? Че ты радуешься? Вы против своих идете! Ради Руинталя. Я хотел бы проиграть. Командующий? Нет. Полагаю, я слишком самонадеян. Даже если я буду сражаться, на пределах своих способностей мне, вероятно, не победить его. Я с этим не согласен. А я да. А я согласен. Вы верите во все, что пожелаете, но мне далеко до Руинталя. Командующий, вы... Я ему не ровня. Я всего лишь солдат. Но Руинталь нет. Он... Даже если вы говорите это не только из скромности, вы все же собираетесь сражаться против адмирала флота Руинталя. Ведь так? Лишь ради того, чтобы императору самому не нужно было возглавлять экспедицию. А-а-а... Священные руки императора должны остаться чистыми. Байерляйн понимал, что хотел сказать его начальник. Если бы император Райнхард сам возглавил карательную экспедицию против Руинталя, руки императора оказались позапятнаны кровью изменника. Это означало, что пошатнется вера солдат в образ Райнхарда как императора, который совершенен и до сего момента не запятнан ничем. В отличие от факта, что он был не способен победить Яна Вен Ли, это могло породить куда больший раскол в имперской армии. Миттер Майер должен был подавить свои чувства и предотвратить подобный исход. Кажешь, если мы оба, Руинталь и я, пойдем в бою, империя продолжит существование. Но, если какое-нибудь несчастье обрушится на императора, мир и единство, которое наконец настали, окончится в то же мгновение. Даже если я не смогу победить, не могу я и проиграть. Ваше превосходительство, подумайте вот о чем. Если предположить, что вы оба, и вы, и адмирал флота Руинталь, пойдете в бою, больше некому будет остановить адмирата флота Оберштайна, даже если он начнет заправлять всем в правительстве. Что ж, если Руинталь и оба мы погибнем, и он останется единственным адмиралом флота, у него просто не останется другого выхода, кроме как подать в отставку. В конце концов, это же его идея, что нация не нуждается во втором номере. Командующий, даже если вы лишь шутите, оставим гипотетическую болтовню. В любом случае, свяжитесь с Биттенфельдом и Валеном. Слушайте, не нуждается во втором номере. Ладно, Уберштайн. Однако есть еще этот. Я ни за что не смогу простить его. Пока я еще здесь, я обязан убрать этого паразита. Ради блага его величества. Ланга! Пока он уедет, он должен его завалить. Руинталь наконец продемонстрировал, какого он на самом деле цвета. Ну да, конечно, господин министр обороны. Вы ведь всегда это знали, верно? И все же такое вероломство? Такое оскорбление его величества? Вот почему я всегда говорил, что адмирал Флоттера Инталь вероятно замышляет про себя какие-то тревожные планы. Сокрой свой... Император не верил мне тогда. Я был весьма огорчен. А пошел ты! Но теперь, когда это произошло, это доказывает, что мои подозрения были верны. Ланг... Да, ваше превосходительство. Касательно этого скандала в Новых Землях. Так. Я, вероятно, отправлюсь к адмиралу Флоттера Инталь в качестве посла для особых поручений. Это должно быть затруднительно для вас. Полагаю, что это весьма опасно. Я не нуждаюсь в вашем сочувствии. Да, Уберштейн! В конце концов, вы ведь отправляетесь со мной. Нет, но я... Будьте готовы ехать в любую минуту. Понял, гнида. Сам я уже полностью к этому подготовился. Понял, гнида. Собирай. Если я появлюсь перед адмиралом флотом Рейнталем, он же меня сразу убьет. Да, да, это и расчет. В конце концов, адмирал флота ненавидит меня по какой-то непонятной причине. Не думаю, что он ненавидит вас больше, чем меня. Но я принадлежу к Министерству внутренних дел. Так что, не получив сперва разрешения от министра внутренних дел, я не могу делать, что вздумается. А ну, сел на задницу. Я вернусь к министру, посоветуюсь с ним. Так что сегодня прошу меня извинить. Собирай чемоданы. Собирай чемоданы и полетишь с ним, Оберштайн. Увожу вас. Ни за что. Меня не колышет, если Рейнталь уберет Оберштайна. Это даже к лучшему. Я избавлюсь от одного из препятствий к моему будущему продвижанию. Слушай, чувак, тебя убьют скоро. А если они поубивают друг друга, будет вообще замечательно. Вот гнида. Я ни за что не буду в этом замешан. Необходимо любой ценой добиться, чтобы мне не пришлось сопровождать его. Ага. Сядешь на корабль. Сядешь. Адмирал флота. Миттер Майер. Вот с ним давай имей дело. О, господин замминистра, который переживает свои лучшие деньки, помнит имя столь незначительной персоны, как моя? Я воистину польщен. Если вы хотите поговорить с министром обороны, так он у себя. У меня дело именно к вам, заместитель министра. Вот с ним давай поговорим. Я должен называть вас начальником отдела внутренней безопасности. В любом случае, отныне вам не нужен титул, который у вас был, пока вы были живы. Так, Миттер Майер, ты что? Слушай! Не смей двигаться, пока я не позволю. Ты что, его застрелишь? Кто-нибудь! Ты его застрелишь, Миттер Майер? Пожалуйста, застрели его. Он сейчас должен лететь своего друга убивать из-за этого гниды. Завали его, а! По-братски. Оберштайн? О, Кейслер. Пожалуйста, остановитесь, адмирал флота Миттер Майер. Я очень хочу. Заместитель министра Ланг все еще является подданным его величества. Ну, пожалуйста, дай мне его завалять. Амирал флота Миттер Майер, хоть вам и нет равных в боевых заслугах, если вы ввяжетесь в личную месть в помещении Министерства обороны, как у начальника военной полиции, у меня нет иного выбора, кроме как остановить вас. Вы понимаете? Личная месть? Своими словами, вы искажаете суть моих намерений. Ну, даже если вы видите это лишь как личную месть, ну и пускай. Если я позволю жить этой гниде Лангу, не более чем насекомому под маской человека, то я ни за что не смогу обрести покой в предстоящем походе. Уверяю вас. Чтобы исправить злоупотребление Ланга, мы должны действовать в соответствии с законом. Иначе основание, на котором возведена династия Лойнграма, будет разрушено. Молодец. Вы важнейший из наиболее важных ее вассалов, самый блестящий из всех ее блестящих адмиралов. Вы же и сами это понимаете, правда? Я уважаю ваше мнение, начальник военной полиции. Закон всегда бессилен против такой гнуси, которая все трясется тут, разве нет? Меня не заботит, если меня накажут. Лишь бы он получил то, что заслуживает. Успокойтесь, адмирал флота. Вы же разумный человек. Не вам действовать таким путем. Если на вас обрушится несчастье, кто будет отстаивать славу золотого льва? Волк Бури. Неужели вы собираетесь пренебречь вашей главной ответственностью, заботой о государстве, поддавшись личному гневу? Император, прозорливый правитель. Если замминистра Ланг виновен в преступлении, он обязательно накажет его в соответствии с имперским правом и государственным законом. Пожалуйста, адмирал флота, доверьтесь мне и займитесь своими делами. Понимаю. Оставлю это вам. Извините за неподобающее поведение. Я компенсирую доставленное беспокойство позже. Черт возьми... Вы спасли меня, начальник военной полиции. Закрой рот. На преступление адмирала флота Миттермайера. Слушай, тебе лучше заткнуться. Вот реально заткнуться. Скажи спасибо и закрой свой рот. Правда. Он скорее сядет это... Сейчас он Куберштайну на корабль сядет. Фройляйн Мариндорф. Добро пожаловать домой, Ваше Величество. Рада видеть вас целым и неврезимым. Так, что будет? Простите, что заставил волноваться. Поговорим, 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 поговорим. Люд погиб. Хватит кланяться, а. Интересно, сколько людей погибло ради меня? Три года назад я думал, что не осталось больше никого, чья смерть меня бы огорчила. Но только в этом году их уже трое. Парнхайд, Штайнмец и Людс. Это чересчур жестоко, даже в качестве наказания за мою глупость. Эти адмиралы флота не орудия судьбы для вашего наказания, Ваше Величество. Не верю, что они затаили на вас злобу, отправившись в Вальгалу. Пожалуйста, не упрекайте себя. Да, они сами сделали выбор. Я понимаю, что же время. Ройлен, у вас все хорошо? Да, спасибо, Ваше Величество. Ну, женишься уже, а? Ройенталь прислал письмо, адресованное правительству империи, но вы, наверное, в курсе, Фройлен. Да, в курсе. Да. Ильда также понимала, почему Ройенталь предлагал сместить Оверштайна и Ланга. Поскольку он надеялся на сочувствие остальных вассалов империи, это действительно имело смысл как политический, так и стратегический. Но Хильда понимала также, что это еще глубже задело гордость Райнхарда и лишь осложнило всю ситуацию. Обвинить в ослаблении своей власти из-за частых болезней было все равно, что раздуть в молодом императоре огонь ярости. Кроме того, даже если бы они были наказаны, она не могла поверить, что Ройенталь отведет свои войска. Дело было в том, что, как ей показалось, начали воплощаться опасения, которые у нее возникли во время битвы при Вермиллионе, когда она просила Миттермайера и Ройенталя атаковать столичную планету Союза Хайнеса. Со всем уважением есть кое-что, о чем я хотела бы поговорить с вами. Оставив в стороне вопрос о министре обороны адмирале Флоту Эберштайне, заместитель министра внутренних дел Ланг совершил больше преступлений, чем достойных деяний, не только против государства, но и против вас лично. Его характер и поведение вызывают враждебность окружающих, не так ли? Само собой разумеется, Фройлен. Я знаю также, что Ланг – мелкая рыбешка. Но даже если единственная мышь и кормится зерном в эмбаре, вред ведь незначителем. Если проживание даже такого создания невозможно вытерпеть, Галактическая империя станет слишком мала. Касательно замминистра Ланга, среди бюрократии вне ее есть множество талантов, способных его заменить. Если вы его сместите, адмирал флота Ройенталь потеряет одну из причин браться за оружие, и другие адмиралы тоже будут удовлетворены. Но Ланг вроде как не совершал преступлений. Просто из-за того, что его ненавидят, его нельзя наказывать. Нет, Ваше Величество. Он определенно замешан в преступлении. У тебя есть доказательства? У тебя есть доказательства? Пожалуйста, у тебя есть доказательства! Вы будете ли любезны взглянуть на это? Да! Я тебя люблю. Ройент подробно раскрывал, что инцидент, когда наместник империи на Физане Николас Болтек был арестован за заучастие в теракте, приведшим к гибели министра промышленности Сильверберга, и затем таинственно умер в тюрьме, был сфалифицированным делом, организованным Лангом. Ройлен, вы поручили кому-то провести расследование? Нет. Это покойный адмирал флота Люц. Увидев методы действия замминистра Ланга и поняв, что тот представляет опасность для нации, попросил верховного адмирала Кеслера провести расследование. Господи! Ясно. Глюц! Ты щедра со стороны Люца не покидать меня. Мало того, что он пожертвовал ради меня жизнью. Перед смертью он дал им подарок, всем подарил! Я был идиотом. Я пытался защитить права мелкого политикана, а на деле только разочаровал моих талантливых и верных вассалов. Твоего друга ты должен пойти убивать сейчас! Для Роуинталя, вероятно, уже слишком поздно. Но я еще могу принять немедленные меры, чтобы не растратить впустую верность Люца. Это так, Фройлен? Молодец! 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 Хоть что-то, мы сдвинулись с мертвой точки. Что такое? Она беременна! Она еще и беременна! Она еще и залетела! Райнхард, молодец! С первого раза! Может быть... Это же была всего одна ночь! Поздравляю! Чего другого я не могу придумать! Поздравляю! Ильда была беременна. Но даже будучи беременной, она решила, что не должна говорить об этом Райнхарду. Не сейчас! Не сейчас! Сейчас у него башка другим должна быть забита! Ой, господи! Меня некоторое время не будет. Милый! Вольф! Я уважаю адмирала флота Руэнтеля, потому что он твой друг. Да. Но если он станет твоим врагом, я возненавижу его, не задумываясь! Не надо его ненавидеть! Ау, когда у тебя такая женщина в доме, Миттер Майя... Пожалуйста, возвращайся невредимым, Вольф! Когда ты вернешься, я буду готовить тебе твой любимый бульон фондюк каждый день! Мне будет неловко, если я растолстею. Готовь его раз в неделю. Он должен вынуждить ехать своего друга убивать сейчас. Своего друга! Которому он жизнью обязан! Руэнтель пришел к Райенхарду и просил за Миттер Майя, его бы там... Не волнуйся, Ева. Кроме того, мы не знаем еще наверняка, неизбежна ли битва. Его величество арестовал Анга, и, может быть, это удовлетворит Руэнтеля? Так что, если ты собираешься молиться, помолись, чтобы нам не пришлось воевать. Пожалуйста, сделай так, Ева. 14 ноября 800 года космической эры или второго года Новой Империи, Физанский коридор заполнила армады имперских кораблей под командованием адмирала флота Вольфганга Миттермайера. Флот включал 42 770 кораблей и 4 608 900 солдат. Под началом Миттермайера также были верховные адмиралы Биттенфельд и Вален. Миттермайера Продолжение следует. Миттермайера Классная серия называлась Миттермайера Миттермайера Привилегия героев Привилегия героев В прошлом обзоре я говорил, какие люди Из-за сукиного сыра Своего лучшего Адмирала В расход пускать Прежде чем перейти к обзору, хочу сердечно поблагодарить всех, кто приобрел подписку и стал горгушей на Бусти, где я выкладываю все созданные мной видео раньше, не вырезая музыку и не маскируя картинку. Также большое спасибо за отдельный донат на Бусти. Мне очень приятно делать для вас данный контент и будет вдвойне приятно, если вы поддержите меня звоном монет. Ссылка в описании. Также выражаю большую благодарность спонсорам канала Гаркульчикам и Гаргулятам. По скриптам код Гиас выкладываю на Бусти без ограничений в открытом доступе. Вот. Вот до чего довели. Вот до чего довели бедных людей. Посмотрите, господи, Миттермайер был готов его при всех застрелить. При всех уже застрелить. Человек вынужден ехать через хриниллион световых лет убивать своего друга. Лучшего друга, который спасал его. Которого он сам спасал. Они друг другу жизнью обязаны тысячи раз. Непоголебимые. Они друг другу не просто родные люди. Это связь. Это понимаете, когда друг другу жизнь спасаешь тысячу раз. Это какая связь между друг другом должна быть. И Райнхард, понимая это, дал ему право отказаться от этого. Дал ему право от этого отказаться. Но Миттермайер очень грамотно поступил. Он очень грамотно поступил. Он молил, умолял. Как он умолял. Боже мой, у меня слезы навернулись. Просто, господи, даже на колени вставать не надо было. Это и так было. Он просто умолял его, его не трогать. Вот умолял. Миттермайер даже предложил план действия. Он к нему еще и подготовленным пришел. Вот чтобы вот хотя бы вот так поступить. Хотя бы так, компромиссно. Боже мой, как он просил. Вы понимаете, в чем дело? Когда вот... Поэтому вот некоторые произведения должны быть большими, чтобы мы впитали в себя всю любовь персонажей друг к другу, понимаете, да? И вы вообще помните, с чего началось... Вот с чего начались отношения этих двоих с Зигфридом и Райенхардом? Ройенталь пришел, просил Райенхарда за Миттермайера. Вы понимаете? Ройенталь приходил за помощью. Миттермайер ему вот только за эту жизнь обязаны теперь Ройенталя вынуждены из-за каких-то сволочей, которые подстроили ему ловушку один раз, второй раз, третий, десятый. Но вот Ройенталь, вы понимаете, я до этого объяснял, вот что с ним происходит. Но он... Ему что, каждый раз приходить и каждый раз кланяться и молить о прощении? Хотя ему его подчиненный правильно сказал. Да, надо. Третий, десятый, двадцатый, но не допустить того, что происходит. Но вот видите, Ройенталь все-таки вот сидела, 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 и она вырвалась. Причем не по его вине. Просто понимаете, Люц погиб и так далее. Вот Ройенталь уже просто вот гордыня взыграла. И почему я до этого объяснил? Миттермайер хорошо понимает, кто перед ним и кто будет против него. О, я всего лишь солдат, как он сказал. Я всего лишь солдат. А Ройенталь уже подготовился. Он сразу начал прикидывать. У Миттермайера нет свободы действий с политической. Вот политические моменты очень помогают в войне. Вот Ройенталь вот сейчас... Господи, они с Эзерлоном вместе. Слушайте, интересно, вот Ройенталь с Эзерлоном договорится сейчас или нет, чтобы они вместе вышли на драку? Я не верю. Ройенталь на войну идет скорее не против Райенхарда. Знаете, что Ройенталь задумал? Он задумал, раз уж приходится, раз уж его не оставят в покое. Вот понимаете, вот такая логика тоже имеет смысл. Тут это не озвучивалось, но это тоже имеет смысл. Сейчас объясню. Вот сейчас прямо пришло в голову. Вот представьте. Представьте Ройенталь. Да, Ройенталь. Которую ему ставят палки в колеса. Если сейчас не получится, то он еще 30-й раз ему будут вставлять, пока его уже не доведут до того, чтобы его отравили. Вы понимаете? Да, то есть его будут гнобить, гнобить до победного конца. И что решил сделать Ройенталь? Я вот понял. Он решил своей жертвой очистить все гнидство, что есть, принеся себя в жертву. Он будет козлом отпущения, но при этом он вычистит всех гнит, которых должны были вычистить. А теперь по поводу Оберштайна. И снова же человек, вызывающий во мне неподдельное восхищение. Он, Оберштайн, в курсе всего. Он в курсе, что этот Ланг с Рубинским договорился. Мне кажется, Оберштайн, лишь бы предотвратить гражданскую войну, едет сам. Вы понимаете, кто... Вот знаете, что? Оберштайн... Вот я вот уверен, он это не показывает, но знаете, как он считает? Если для победы достаточно того, чтобы его убили, и при этом больше никто не построит, он на это пойдет. Это подтверждает ситуацию, когда он закрыл собой. Закрыл собой! Собой! Райнхарда. Он закрыл с собой. Я помню этот момент, когда Зигфрид погиб. И второй момент, когда он с удовольствием был готов стать жертвой и отправиться впасть к неприятелю. Помните этот момент? Он предложил даже план. Был готов стать заложником. Мне кажется, он сейчас едет с Райнхарда к Роэнталью поговорить. Дать ему всю информацию. Я очень надеюсь, что Оберштайн долетит. Я думаю, что он намерен с ним поговорить и расставить все точки. Я очень надеюсь, что эта встреча произойдет. Я очень надеюсь, что Оберштайн доберется. До того, как Миттермайер выйдет с флотом. До того, как Миттермайер выйдет с флотом. Я на это очень надеюсь. Я не хочу, чтобы вот так бесславно все закончилось. Это будет очень несправедливо. Но, к сожалению, история показывает так, что вот Роэнталью конец. Миттермайер его будет вынужден. Я больше, чем уверен, Миттермайер в итоге. Его сына на себя возьмет. Вот его сына возьмет на себя. Я в этом уверен. А теперь по поводу Хильды Мариндор. Ох, девочка, беременна. Рейнхард, если бы узнал, клянусь, позвал бы позвал бы священников в ту же секунду. Организовали бы быстренько в отеле свадьбу бы. Организовали бы и Рейнхард бы мне плевать, согласна ты или не согласна. А ну, живо приказываю тебе быть моей женой. Точка. Созвать знамена. Ройнтель, может, прислал бы подарок. Господи. Ау, как все тут происходит. Это Кеслер спасил господи. Господи. Как тут все быстро заворачивается. Ой, как я надеюсь, что с Ройнтелем ничего не случится. Что ж это была 93-94 серия Легенда о Герои Галактики. Благодарю вас, если вы смотрите вместе со мной. Если вам понравилось, будьте добры, поставьте лайк, подпишитесь на канал, группу ВКонтакте, а также на Буси, где я выкладываю Легенду о Герои Галактики. Ну, ну это без маскировки, с прекрасной классической музыкой и так далее и тому подобное. К сожалению, мне не получается выпускать его на несколько серий вперед, но извините. Что ж, увидимся уже на 95-й и 96-й серии. Господи, как близок уже финал. Я не хочу расставаться с этой историей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!